Каждый сентябрь главная площадь в Назарово становится центром масштабной ярмарки. Садоводы демонстрируют урожай, который можно вырастить в Сибири. Надежда Бережнова уже несколько лет увлекается огородническими экспериментами. Ежегодно она выращивает до 140 новых сортов томатов. У нее есть и мохнатые плоды, и с черной мякотью, и зелено-полосатые. Ее помидоры ничем не уступают минусинским. Они такие же крупные и вкусные. В этом году очень удачное лето. Жаркое, хорошее. Поэтому они намного слаще, чем, например, в прошлом году были. А крупности зависят от вас. Подкорми, подпои, как все. И оно вырастет в сладкое и вкусное. Зола древесная и настой крапивы. Вот все наши удобрения. Мы химией никакой не пользуемся. На выставке назаровцы могли узнать секреты садоводства, приобрести саженцы, семена и готовую сельскую продукцию. А на специальном мастер-классе горожанам показали, как можно использовать современные кухонные приборы. С такими приспособлениями процесс зимних заготовок станет проще и увлекательнее. Мало того, что это безумно интересно посмотреть на работы других людей. Можно попробовать все что угодно, пообщаться, просто с ребятишками погулять. Я считаю, что все-таки свои продукты, естественно, они лучшие. Может быть, вкладывается и труд, и материально как-то. Но это же лучше, это же свое. Ты точно знаешь, что это можно есть. Школы и детские сады также постарались. Их воспитанники выполнили поделки из природных материалов. Шестилетний Мирон проявил фантазию и устроил настоящее театральное представление. Я вышла из темного леса и заколдовала свою избушку, чтобы вам показать, какой у меня лес. Вот это вот, белочки, грибочки есть, избушка. Белочку я из пластилина вылепил. Тенцов тоже из вот этого. Ну, короче, я сделал это все с мамой вместе. Как и любая ярмарка, праздник урожая сопровождался веселыми конкурсами и выступлениями творческих коллективов. А жюри оценила участников и определила победителей в разных номинациях. Александра Орепьева, Дмитрий Шевцов. Новости.